Привет, друзья! Подписчики мои, у нас с ним будет тест от дедушки Хэддиса на арене Водоворот против Волчков СБ. Я тестирую первый раз такого парня, у него красная пружина, крутейшая просто рама, и сейчас посмотрим, что вообще получится. Первый соперник, какой-нибудь мощный возьмём, императический Форнеус. Ну что ж, будет мега хайпово, хайпово. Погнали! Ой, 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 как летает дед Хэдис-то, а, 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 бьёт, он больше зацепляет за эти штучки, но, тем не менее, бьёт своего соперника и бьёт императического Форнеуса. И проигрывает первую свою битву дед Хэдис. Ну что ж, играем следующую битву, матч-ревмач. Вау! Здесь дела обстоят куда поинтереснее, он ещё раз на него нападает, так, что же будет, что же будет, я без понятия. И нет, атакующий дед Хэдис не атакует императрического Форнеуса, и тот проигрывает, вернее, проигрывает этот самый, а это у меня Форнеус от компании Супервайлс. Соперником следующего становится Сприган Раквие. Атакующий Сприган Раквие. А, на самом деле, дедушке Хэдису не хватает одного, одного просто чёткого удара для Спригана Раквие. Проигрывает. Кто-то я пропустил. Соперник следующий, это у нас... О! Классический дед Хэдис. Интересно, что сейчас будет. Который подразобрался маляха. Классический СБшный дед Хэдис против дед Хэдиса из рандом-бустера. У меня арена только так разъезжается, как бы мне её зафиксировать-то, не знаю даже. Нет, чё-то сегодня не день рандомного дед Хэдиса. Да, проигрывает ещё одну битву, увы. Следующий раунд, следующий раунд. Я думаю, здесь дело даже не в арене, а дело в этом драйвере, потому что, ну, остальные волчки ведут себя хорошо. И запускаются, между прочим, первыми. Здесь дело, думаю, в раме всё. Ой, не в раме, а в арене. Ой, господи, не в арене, а в драйвере. Всё, заговорился уже. Увы, 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 и ах, проигрывает дедушка Хэдис. Ладно, возьмём какого-нибудь атакующего, какого-нибудь Слэш Валкеря от компании S.A.B. Проверим. Что они держатся? Но я всё запущу. Атака против атаки. Да-да-да-да-да, проигрывает Слэш Валкерис свой первый бой дедушке Хэдису. Следующий раунд. Взрывной финиш для Слэш Валкеря. Это было круто. Следующий соперник я хочу найти, знаете кого, если честно? Хочу найти Эйса Драгона, но вот такого, например, красненького. Посмотрим, как поведёт себя дедушка Хэдис против красненького дракона. Против красненького Эйса Драгона. Поехали. Очень интересно. Как-то ребятки ускоряются. И бьёт, и бьёт, и бьёт. Посмотри, что делает. Нет, всё-таки какой-то дед Хэдис слабоватый, к своему большому-большому сожалению. Но, может быть, просто первый раунд такой слабенький оказался. Нет. А, ну да, вот сейчас победил. Ну, давайте ещё один раунд, последний. Запилим. Ой. Поломался пускатель у меня, народ. Прикинь, чё. Возьму другой щё. Битва происходит. Дед Хэдис против Эйс Драгона. И проигрывает, конечно же, дед Хэдис. Да, какой-то такой себе Блэйд. Позвём какой-то слабака Альтер Хроноса, посмотрим. Сейчас фанаты Куза и Хроноса такие. Эээ, ты что? Он хороший, он сильный, ты просто не умеешь им играть. Поменяй режим на его драйвере и диске. Но нет. Здесь дело не совсем в этом, ребятки. Проигрывает. Ну, одинаково кончается у нас бой, ничья. Давайте дальше. Вайс Леопард и Лобан Вано посмотрим. Дед Хэдис. Нет, смотри, никого не может победить. Никого, к сожалению. Возможно, дело в арене. Возможно. Но почему? Подожди, в арене. Вайс Леопард-то очень сильный, а Хэдис запускается вторым. Но из-за своего такого драйвера... Хотя, хотя, вот тоже, да, интересно, на таком же ровно драйвере, Шторм Пегасус, ну, красавчик. Нет, подожди, не так... Да, такой же, нет. Чуть-чуть другой драйвер, конечно, у Пегаса, но при плюс-минус одинаковый. Следующий соперник становится кто? Кто-кто-кто-кто-кто? О, Айр Найт. Синий как море. Хамелеон, я его называю. Вы даже на этой арене его не увидите. Видите, его не видно. Он как бы есть, но как бы его и нет. Вдруг хоть кого-то сможешь сегодня удалить. Спрайз. Ну, поиграем ЧОЗ до Эквипса. Ой, аж закашлялся. Нет, не могет. Не могет Дэд Хэдис побеждать. Не умеет, не научили. Соперник следующий, ЧОЗ Дэд Спрайзен. От СБ. Ну, тема тоже. Дата, каратоми, СБ, подделки, не подделки. На бою, на ринге все равны. У всех, я смотрю, вот они вращаются. Они вращаются поодинаковому абсолютно. У меня куда-то камера вот сбивается постоянно. Может быть, вот так сделать? И проигрывает аккуратненько Дэд Хэдис. Следующий соперник это Дуа Эклипс или Артемис. У Дэд Хэдис, короче, народ улетел. А где он? Народ, сейчас. Склейку дико не хочу делать. Сейчас найду, подожди. Нет, походу, придется делать склейку. Ну, в общем, Дэд Хэдис расстроился. Вот он, я нашел его. И ушел за пределы ринга. Он такой, не, ребятки, с этими чуваками я тусить больше, к сожалению, не буду. Окей, Дэд Хэдис, поехали. Не, что-то ни о чем. Вот честно, как-то что-то где-то не докрутили. Так, аратоми сделали очень слабенькую комбинацию. Я даже не знаю, давайте Гот Валкере возьмем, Ледженд Спригана возьмем. Смотри, даже Артемису проигрывает, ты посмотри. А Артемис-то очень хороший. Не, увы. Ой, очень хороший, очень слабый. Ну, не слабый, но слабейший. Гот Страйк Валкири. Давайте уже слабакова будем брать против Дэд Хэдис. Удивительно, да? Вот его другие буквально, как меняется, да, все? То есть буквально другие пара деталей, и он уже слабак. О, взрывает, взрывает, взрывает Гот Страйк Валкири. Удивительно для меня это сегодня. Хорошо. Хоть что-то он нам сегодня показал. Ну, нормально. Нормально. В принципе, я большего и не ожидал. Ну, и вот... Подожди, ну, легендарного Спригина одолел. Давай кого-нибудь возьмем... О, Крэш Роктавор. И знаете, кем хочу поиграть? Сейчас покажу вам. Сейчас. Где мой любимый карикатурный Блэйд-то? Где же ты? Вот он. Вы видели? Вы это видели? Вот таким потом еще поиграем. Слабенько что-то... Слабенько что-то я его запустил. Вот так, вот так батя запускает. Вау! И так. Не знаю. Очень-очень-очень грустный Бэйблэйд Бёрст. Вот на самом деле грустненький. Проигрывает даже Роктавору. С ума сойти. Я люблю Роктаворов, но они слабые. И вот Дэдхэдис что-то как-то вообще... Бэх. И проигрывает еще Эклипс. Да. Что-то вообще ни о чем. Твин Немезис. Вдруг он сможет показать нам... О! Результат против Твин Немезиса. Ой, наоборот. Вдруг сможет нам показать Дэдхэдис результат против Твин Немезиса. Заговаривай, все. Да, проигрывает Твин Немезис удивительно. Драйвер Алтима Трибут дедушке Хэдису. Удивительная какая-то вещь. Дальше Арчер Геркулес. Давайте. Вдруг. Сейчас случится что-то неописуемое. Сейчас у нас Дэдхэдис пробудится и уничтожит Геркулеса. Мало ли. Вдруг, представляете, такая будет интересная история. А, еще хочу Хелес сыграть. Ну, конечно, нет, конечно, он не победит, естественно. Никуда ему вообще не тягаться с Геркулесом. Ахиллес. И Ахиллес убивает. Честно, я даже не хочу идти его искать, потому что Бэй просто фуфлыжный. И абсолютно не стоит ни вашего, ни времени, ни денег. Единственный вариант такой Бэй покупать, или если он вам попался уже, не стоит расстраиваться. Заменьте детали. Найдите от него более-менее родные детали, тогда, возможно, все будет хорошо. А на этом сегодня все. С вами был лучший ведущий, неугомонный Блейдер, мастер Кликбейта. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.